Зомби-мертвяков Пожалуйста, эксклюзив для PlayStation 3 Нет, нет, она выходила Вот, но она выходила, я так и знаю Насколько я знаю, в Xbox Live По-моему, и в PSC На PlayStation 3 Вот, и... Но, может быть, это другая Какая-то игра? Может быть, она с цифркой 5 была, по-моему, в Walking Dead Там эпизод 5 Эпизод 5, там, первый эпизод А здесь сверху, да, не исключено Мы этого игру не играли, я даже более скажу Я даже сериал не смотрел А я скажу, что это для нашего поклонника Забыл его Никну, который просто уже Терроризирует нас несколько месяцев Говорит, снимите прохождение Ну, прохождение, не знаю, если Володя Сделает героический поступок, он снимет, конечно же Прохождение этой игры, но мы пока сделаем Тест-драйв в Walking Dead Вот, эпизод первый Но, не будем обманывать Мы не смотрели ни сериалов, ничего Потому что, куда ни плюнь про зомби Все одно и то же, да, только меняются Персонажи, там, Милый Йовович Кто-то еще, там, другой, и все остальное Здесь Сделана графика такая А-ля прорисованная Прорисованная Мультфильм какой-то, наверное, больше Да, да Мультипликация Ну и смысл, я так думаю Давайте мы посмотрим Потому что мы первый раз ее запускаем И смысл, наверное, как обычно Победить всех зомби Остаться живым Я так понял, что это больше Как-то интерактивный квест какой-то Ну и скорее всего Если кто помнит такую игру Истерия Истерии Если не ошибаюсь Которая выходила и для PSP И для Айфонов, Андроидов Может быть, там Первая, вторая часть Как раз таки Она в том же самом заключалась Интерактивный такой квест Ну вот Новый день Эпизод первый Ничего не предвещало беды Все ехали на свою работу По делам А ехал Главный герой А кто-то ехал в тюрьму Да Вот такой афроамериканец Едет, грустит Пишет стихи Наручники Шериф едет за рулем И везет его Ну, наверное, судя по наручникам Это преступник Вот Ну, наверное Кто-то сейчас проголодается Что-то произойдет, Володь? Как ты думаешь? Наверное Может быть, сейчас сразу Произойдет какой-то выброс И толпы зомби Так Нам что-то уже предлагают Нам уже предлагают И, кстати, обратите внимание Да, еще и время идет Идет время Шкала сажения Я, к сожалению, просто буду рандомно тыкать Потому что мне нет времени сейчас читать И обратите внимание Что здесь, судя по всему Очень будет много разговоров И предлагают вам выбрать Выбор какой-то Нужный ответ Может быть, здесь даже будет Какие-то концовки Много Вот Каждое время Или Нет, там Не для меня Вот Ну, да Единственный недостаток игры Для многих, наверное Русский язык Это отсутствие русского языка Локализация, да Тут нужно знать Хотя бы Средненько английский язык Вправо Осмотреться Подсказки Слава Богу Мы более Мы управляем Клавишами И зеркало Управлять еще Тач Ну вот Нам подсказывают Говорят Что нужно Ну, посмотрите Действительно Начало такое В каком смысле Захватывающее Для меня Оно интересно Потому что Во-первых Варианты ответов Да На вопросы И неизвестно Как все это получится Ответишь ты правильно Или неправильно Вот И плюс Видите Вы можете уже Какие-то предметы Посмотри Там подсказки Посмотри налево Посмотри в зеркало Там что-то происходит Да Вот здесь Ну я давно Не играл в квест А уж на Вите Я думаю Тем более Связанное с зомби Это уже Достаточно Хороший Задел Для интересной игры Такая рисованная графика Я уже Говорил как-то Что Фишка Виты Больше Не стремление Разработчиков Сделать какую-то Футуристичную графику Да А именно Делать Более рисованную Потому что Гораздо Симпатичнее На Вите Смотрятся Подобные игры Как раз такие На Нинтендо 3DS Преимущественно Такие вот игры С симпатичной Рисованной графикой Ну он есть Факью Факью Ну так и скажем Так и скажем Прям как терминозар В первую часть Но обратите внимание Что даже Вроде бы Прорисованная графика Нарисованная А у тебя Вон там Свет Лучи света Видны Отражение Главного героя В стекле Вот Ну здесь что-то происходит Вот они едут в одну сторону А вся Армия Как говорится Полицейские Солдаты Вертолеты Все едут в другую Такое ощущение Что там что-то случилось А мы вообще Не вкуриваем Что к чему И зачем Но Вот солнце встает Чтобы спасти наши души Пока какой-то движухи Я не вижу Да Едем Наверное тут Естественно Это Не такой же короткий сюжет Если он охватывает Первый эпизод Конечно Это сериалы Интрига Начало игры Первый эпизод И что не предвещало Опасности Полузомбированный человек Наша машина перевернулась Аптечки Карабины Ключи От дома Все Все вылетело Грубо говоря Мне на голову Как главному герою И вот Теперь видите Кровь Перевернутая машина А вокруг машины Ходят непонятные люди И издают звуки Какие Ну и вот Не слышу А я инсценирую Ну вот Это шериф Я так понял Вылетел И он пытался Ползти Выползти из машины Вот этот такой След крови И вам надо что-то сделать А я так понял Что открыть наручники А ключик Это скорее всего Как раз у этого Уже Можно сказать Покойника В форме полицейского И нам надо Решить задачу Как Открыть себе Освободить руки Так Ну Тут пишется Что А ну вот Здесь смотрите Это карабин Это карабин Опять же Мы не возьмем его Потому что мы находимся В машине Может посмотреть Что-нибудь В машине В салоне есть какие-то Я не знаю А ну вот Выбить стекло Предлагают нам Потому что Слава богу Наручники На ногу Нам не догадались Одеть Вот Аж никто не знал Что произойдет авария И Будет в ДТП Участвовать Зомбированные Людишки Ну и мы вот Выбираемся Ну на самом деле Это очень приятно Я имею ввиду Что Такая задумка И Начало такое Захватывающее Да И знаешь Что-то такое Даже похоже на Silent Hill Последний Который тоже Только там был Тюремный автобус И тоже Они где-то в лесу Там Да, да, да Да И вот Что-то Что-то похоже Это уже как-то Можно сказать Не ново Но на виду На виду Я такого не видел Дробовик Дробовик Давайте возьмем Да, потому что Все-таки В лесу Один С наручниками В наручниках Движемся Мы Управляем Персонажем Мы сами По крайней мере То есть Управляем крестовиной Да, джойстиками Нет Стиком управляем Так что-то Волыну Он не стал брать Да, подумай Ну и нахуй Да, ну тяжело Он взял его в руки Да ну тяжелое Блин У меня вон нога-то Я бил-бил По стеклу Ногу все раздробил У меня теперь Трещина в ступне Да Ну, а может быть Кстати, он просто Проголодался Режил сначала Подойти к свежему мясу Пока оно не стухло Ну вот ключи Да, на самом деле Проблема была Наверное, все же Управление Тачем гораздо удобнее И приятнее Угу Я тоже согласен с этим Потому что управление Стиком Какое-то дерганное Ключи Ну я не пойму Вот он взял ключи И никак не может расстегнуть Ну сложная эта ситуация Ну вот, слава богу И там такой невинный листочек Кленовый осенний Лежит около трупа полицейского Все так романтично На самом деле Но вот думаю Ролик Ну ролик с главное дело На левой руке Не повредил Вот смотрите А правая рука у него зашевелилась все а вот здесь уже за черты взял ищем чем бы ему левости прямо как волк зачем нам карабин мы его сейчас патроном блин в лоб засадим на самом деле надо взять карабин и в него патрону на трон быстрее и сейчас будет мясо быстрее давай быстрее мы болеем а тебе стрелять о еще один патрон нет он его выронил были опасался что ну вообще да ну давай он тебя вез на электрический стул отлично мы просто даже не успели отклониться как сидим все в этих осколках черепа и в мозгах знаете прям действительно интригую действительно супер ребят сделал мне уже нравится уже нравится да я тоже повторяюсь потому что знаете немного то мы получили приз но убей полицейского получит приз все верно но это мы не учим конечно это просто видим что видим то и поем вот здесь непонятно что сделать но очень много квестовых видите в начале вот такие вроде бы как бы незамысловатой до схвати патрон или возьми ключи а все из рук падает это именно атмосфера того что ты нервничаешь и даже боишься того что происходит вокруг тебя поэтому все вот видишь вот увидите мы тупость стоим и не знаем что что сделать как кстати то есть а он вообще не поворачиваться никак не ну хорошо мы сейчас додумаем и не будем показывать это я ее покажем дальше так ну вот встали к нам уже идут местные хирурги ну да местные поклонники суе по всему данного свежего мяса данного персонажа очень много фанатов они все пытаются оторвать от него кусочек как как это делают фанаты от своих кумиров ну да на брелки на это явно не нравится он пытается от них куда-то уйти в общем здесь он сам в шоке также как мы что-то произошло все люди стали зомби да или они были зомби ну не показывали никому это ну и все надо валить и дальше вот он увидел там мы не показали вам на пригорке как у то ли мальчик то ли девочку ну чем ребенок на рукой помахал рукой тот тоже сказал да пошел ты и убежал вот идет загрузка и сейчас мы посмотрим что мы вот вломились кому-то во двор да там зомби пытаются этот забор разрушить стучат но достаточно симпатичные такие у них лица до достаточно добродушные мальчики и девочки вот и все улыбаются что характерно но тем не менее в эту улыбку палец в рот не клади как говорится вот но и наверное дом да сейчас скорее всего насколько исходя до из практики вот этих квестов наверное мы спрячемся в доме а там может быть окажется куча полезных вещей не знаю давайте попробуем посмотреть что будет дальше но а потом вы уже сами берите в руки эту игру и дерзайте дерзайте потому что мы вот сейчас сидели с володей обсуждали что прохождение этой игры достаточно будет сложным нам писать это никел зон где направо налево всех валить до валишься здесь будет очень много интересного вот ну здесь курсор хорошо что вот эти глаза руки они помогают кстати он веревка какая-то они веревка этот шланг но и вот как я и говорил надо да открыть дверь войти в дом а дальше уже но он как нормальный человек воспитанный постучал до главного дело хорошо что не головой а рукой потому что достаточно кристально чистое стекло двери могло и создать эффект двери вообще нет вот ну вот он вошел аккуратненько потому что кто его знает за забором там куча тварей а что там внутри вообще непонятно что там целый улей их не рассадник но и все вот видите кстати подгрузочка идет до подгрузка идет потому что много мультов таких до между всех до какими-то частями да там кадрами но вот опять же света преломления посмотрите вот лучи где-то видны и на вот такого осеннего солнца доброго но и вот такой дом здесь house конечно все видать уже просекли фишку хозяев убежали а может быть они у и не убежали превратились в зомби усели это яблоко и превратились в зомби но вот ребенок судя по всему это тот ребенок который нам махал с горы никого не трогая рисовал лошадку или это единорог не помню не вижу ли есть там ну и вот не знаю взял на всякий случай он там какие-то фрукты посмотрел на них посмотрел на них да и думать да ну нафиг может действительно блин сожрешь и будешь зомби но и действительно как мы планировали и предполагали мы ходим по дому ищем разные предметы поскользнулись до на кровище это очень эффектно было и весело на самом деле мы все сидели хохотали в душе ну теперь у него джинсы запорченные и сейчас мы посмотрим что же дальше ну и вот находясь в этом доме ему придется наверное помимо того что попить помыть руки найти что-то нужное специально этот дом наверняка разработчики сделали для того чтобы какие-то предметы ему помогли ну и в принципе в принципе вот да опять все-таки жажда замучила не пойму кого главного героя или володя вот потому что он повторяется все подходит крана уже надо уходить а вот наверно нож сейчас будет а рация ну рация это круче чем нож главное чтоб она работала либо кто-то был на связи но эта игра представляет из себя такого плана как скажем как хэви рейн ну да да мы по большому счету тут не стреляем ходим сражаемся будем пытаемся выжить нужно сделать куда-то уйти мы здесь не принять мы здесь не стреляем сказал володя 5 5 минутами назад снес башку полицейскому просто на этом плане что это не шутер не экшен это больше так вот посмотреть действительно такая ну да это мы признательные игра где мы с больше смотрим чем игра и это радует на самом деле квестовая часть да вот мы предыдущие обзоры да вот этот пак который мы сейчас делали да были примитивные такие 2d платформеры я говорил что для прокачки мозгов и так далее вот действительно для прокачки мозгов вот эта игра опять же плюсами стиле для тех кто любит вкусненькое да мясцо и все остальное а также очень много поклонников сейчас есть зомби-образных фильмов игры игры все остальное поэтому именно вы волкинг дэд игра для таких любителей и действительно на месте я на на виду я не видел так и такой игры верно больше наверно центрации внимание уделяется не отстреливанию зомби больше какого-то сюжета спасение от и волкинг 2 волкинг дэд да типа как бы прогуливаю гуляющие мертвец или как ходячий мертвец и ходять ходячий мертвец и что переводит благополучие ходячий мертвец и да вот ну и вот мы сейчас ходим но мы пока живы слава богу и надеюсь что вы уже спасете нашего героя лишь и сделаете так что вот он остался ну что ж постараемся сделать обзор может быть обещать не будем как пойдет не обзора прохождение да извиняюсь это уже все как говорится по желанию володи и по времени но мы постараемся пользователь который просил эту игру мы для него специально но и не только для всех вас сделали тест драйв пусть ставит хотя бы половину уже лайков обещанных клипов много ну а с вами был magic девайс и берти смайл ребят не переключайтесь корм будет очень много интересного удачи всем пока